Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Инициатива – изменить Конституцию Молдовы и указать, что государственный язык в стране, именно румынский, а не молдавский, в ближайшее время вряд ли наберет достаточно голосов в парламенте. Так заявил 31 августа спикер парламента, депутат от партии «Действия и солидарность» ПАС Игорь Гросу во время возложения цветов в честь праздника Лимба-Нуастра. При этом, по его словам, все, включая депутатов от блоков ПКРМ, ПСРМ, прекрасно понимают, что мы говорим на румынском. В ответ на вопрос журналистов Гросу сказал, что призыв Академии наук Молдовы поменять название государственного языка в Конституции на румынский – прекрасное, однако пока он не видит возможности провести это через парламент. В практическом плане сегодня мне трудно представить, чтобы члены двух фракций поддержали эту инициативу, но это было бы приятным сюрпризом. Увидим, время покажет. В блоке ПКРМ, ПСРМ прекрасно понимают, что мы говорим на румынском, и мы – часть румынского народа, остальное – идеология, сказал Гросу. Он отметил, что со стороны парламентского большинства было бы неправильно просто говорить, что мы пытались, но у нас не получилось, нужны еще голоса. Гросу заметил, что для того, чтобы эта инициатива прошла в парламенте, депутатам нужно работать, а гражданам оказывать давление на политиков. Со своей стороны он пообещал, что он вместе с коллегами сделает все возможное, чтобы государственный язык как можно скорее назывался румынским в Конституции. Напомним, статья 13 Конституции Молдова гласит, что государственным языком Республики Молдова является молдавский язык. 21 августа Академия наук Молдовы призвала власти изменить название государственного языка с молдавского на румынский. Обращение направили президенту Майе Санду, премьер-министру Наталье Гаврилице и председателю парламента Игорю Гросу. Академия наук поддерживает инициативу Совета писателей и Института румынской филологии имени Богдана Петричейску-Хашдео. Призвать парламент внести изменения в 13 статью Конституции в соответствии с научной истиной, говорится в сообщении Академии наук. По мнению представителей ведомства, изменение названия государственного языка с молдавского на румынский положит конец бесконечным бесполезным дискуссиям, которые ведут вокруг этого вопроса спекуляциям, которые продолжаются уже несколько десятилетий, а также улучшат имидж нашей республики во всем мире и обеспечит процесс ее европейской интеграции. Также отметим, что спикер парламента Игорь Гросу поедет в Бухарест для участия в открытии сессии Палаты депутатов Румынии 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба парламента Молдовы. Молдавский спикер совершит визит по приглашению Палаты депутатов Румынии и председателя Палаты депутатов Людовика Орбана. Во время визита Гросу встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханесом и главой Сената Румынии Анкой Драго. Во время встреч будут затронута тема партнерства между обеими странами и совместных проектов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!